всем привет ну что будем делать полностью весь мастер-класс по полной корзине для фруктов фруктницы начнем вот с такого донышко сейчас покажу вот вот это наше донышко я делала его из двп отрезала нужный размер покрасила его краской той же как крашу я трубочки между трубочками сейчас показываю между стойками два сантиметра у меня такой был вопрос покрасила и отлакировала его сразу и после чего уже степлером строительным пригвоздила наши трубочки трубочки я обрезала пополам по 15 сантиметров чтобы их сэкономить потому что все равно сверху подставляла другие потом увидите кто не видел подставляю через каждые два сантиметра свои стоечки будущие и сейчас мы их оплетем я уже когда-то показывала ролик как я делаю но там было немножко не так здесь смотрите я просто загибаю их в обратную сторону и проплетаю веревочку из двух кто не знает как самые начальные азы плетения веревочки из двух из трех и так далее смотрим уроки для новичков они у меня есть специальный плейлист проплетаю веревочку из двух один ряд сразу загибая свои стойки делаю в ускоренном темпе чтобы быстренько вам все показать и не растягивать сильно ролик в предыдущих роликах там у меня был такой проблемный казус этим со звуком на компьютерах звук был а на телефонах на некоторых почему-то не было так здесь я смотрите начала второй ряд проплетать потом я еще третий проплету и буду уже стойки наши поднимать со звуком у меня была проблема но мы я надеюсь все наладили я помучала слегка мужа и он мне все починил теперь у меня я надеюсь уже такого не будет так добавляем смотрите закончили ряд веревочки из двух и после чего добавляем еще одну трубочку для того чтобы плести веревочка из трех и ей поднимать наши стойки как вы уже поняли это у нас сторона которая будет снизу сейчас вот перевернули и теперь наступает момент когда я всегда говорю чтобы вы учились плести и влево и вправо это пригодится вот сейчас как раз этот момент видите я развернула плетение и плету в обратную сторону многие у меня спрашивают левшая или нет нет я не левшая правша просто мне больше нравится плести не так как всем скажем так но я думаю что я не одиноко таких людей уже встречается много но все равно нужно уметь плести в обе стороны проплетая веревочкой из трех и тем самым поднимаю наши стоечки и выравниваем наше плетение подгоняем его под нашу под наше донышко и заканчиваем ряд веревочки из трех закончила ряд обрезала да я вот заканчиваю одну трубочку мне сразу на короткая была вторая трубочка средняя пошла и последняя за помеченный стоячок вот он у меня загнутый теперь я одну трубочку как вы видели убрала и осталось у меня две и теперь я плету веревочку из двух проплетаем столько сколько вам нужно и такое донышко получилось форму примерили поставили вес теперь я уже развернула свое плетение в обратную сторону как я сказала что мне так удобнее принципе можно плести и так дальше но теперь меняем цвет и сейчас будет самое интересное это тот ролик у меня который пролетел со звуком если у кого-то не было звука значит смотрим внимательно здесь берем одну трубочку заводим перед одной из-за 2 теперь разворачиваемся заводим за предыдущую опять разворачиваемся идем перед одной за 2 опять поворачиваем стойки придерживаем чтобы они у вас не косили не кривились на ту трубочку я делала коктейльную трубочку чтобы она не подсохла которая у нас оставалась 1 теперь опять заводим перед одной из-за 2 возвращаемся на предыдущую загибаем опять перед одной за 2 и так продолжаем плести ряд вот и весь в принципе узор ничего сложного здесь нет плетется этот узор на четном количестве если вы плетете в догонку если у вас нечетное количество стоек можно также плести также как в ситцевом плетении просто будете плести одной трубочкой вот как сейчас я плету одной так вы продолжаете плести по спирали если у вас как у меня четное значит берете вот эту трубочку оставила которая плела и взяла ту что была у меня в коктейльной трубочке и плету ей второй ряд теперь возвращаюсь и в догонку доплетаю следующие двумя трубочками буду плести также как и в ситцевом плетении если нечетное плетем одной если четное плетем вдогонку двумя и получается тогда наш узор ничего сложного доплетаю нужное мне количество рядков и меняю наши трубочки на другой цвет я меняю это я закончила уже этот узор и перехожу на другой у меня будет веревочка из двух у вас что-то другое может быть проплетаю веревочку из двух несколько рядочков и теперь приступаем к нашей загибки коса для начала мы подставляем наши свежие трубочки хорошо увлажненные трубочки должны быть просто супер для того чтобы мы могли ими сплести нашу косу без заломов приступаем берем наши три дополнительные трубочки подставляем под нашу стоечку и загибаем нашу стоечку прям на эти трубочки добавляем еще две рабочие трубочки укладываем их рядышком берем опять дополнительные стоечки трубочки сухие и также укладываем рядышком на них нашу стоечку и опять добавляем еще дополнительные стойки трубочки теперь мы должны загнуть нашу наши три трубочки и начинаем плести нашу косу все дело придерживаем пальчиками теперь смотрите нашу стоечку мы должны загнуть но одну трубочку мы должны обрезать сейчас мы посмотрим какую и где и будем их всегда обрезать вот эту трубочку мы обрежем под наш стоечку сейчас мы вот так обрезаем так как это сделать не очень удобно нашими щипцами поэтому мы будем немножко потом по-другому делать но показала вам принцип теперь мы добавляем еще последнюю пару трубочек и продолжаем плести аккуратно загибаем наши три трубочки между стоечками добавляем еще стоечки в наши пустые места где были надеваем коктейльные трубочки чтобы они не успевали высыхать и смотрите загнули наши сейчас секунду вот эту трубочку мы обрезаем ее пометили слегка где нужно обрезать и обрезали теперь смотрите загнули наш стой стоячок и те две трубочки которые у нас оставались мы укладываем рядышком положили рядом теперь сверху опять сгибаем наши три трубочки между стоячками осторожно чтобы не было заломов так как я плету первый раз у меня все равно получается вроде бы и аккуратно но так я думаю что в будущем будет покрасивее обрезаем опять нашу вот эту трубочку пометили где ее обрезать и спрятали ее под нашим стоячком и положили рядышком еще две трубочки вот и весь принцип плетения все очень просто главное начать опять берем наши три трубочки заводим их между стоячками обрезаем третью трубочку сейчас мы ее обрежем вот в этом месте она никуда не выскочит потому что она крепко все держится обрезали и положили рядом две трубочки и так продолжаем дальше мы плести еще один момент хотела сказать когда мы подойдем к нашему окончанию наших трубочек надо будет их наращивать наращивать здесь можно абсолютно в любых местах пряча их под косой или под одними трубочками тремя то ли под другими там будет видно еще хотела сказать небольшое вступление по помощи на развитие канала у меня есть ссылки на сбербанк приватбанк российские украинский и также есть paypal есть ссылка на донаты там можно скидывать абсолютно разных форматах карточках у кого что есть кому как удобно если кого-то это заинтересует то пожалуйста буду очень вам благодарна всем кому это не очень интересно можете помогать делитесь соц сетях это тоже очень помогает развитию канала ну всем спасибо за то что вы у меня есть ну что добрались мы до окончания нашей загибки смотрите заворачиваем и наши нашу тройку последнюю завернули обрезали стоячок положили показывая вам медленно чтобы вы понимали что куда идет вытащила наши дополнительные трубочки чтоб они в данный момент нам сейчас не мешали они свое дело уже сделали так две трубочки положили рядышком если вы доплели до конца на загибку то вы принцип уже поняли и тут запутаться уже крайне тяжело первые три трубочки которые мы убирали мы теперь туда просовываем наши нашу тройку трубочку трубочку первую на место первых трех дополнительных аккуратно продеваем в отверстие и выводим на обратную сторону вторые трубочки вот они я их опять вставила чтобы вам показать вытащили и на их место заводим вторую тройку трубочек осторожно все это аккуратно просовываем и теперь будет самое интересное в принципе тоже ничего сложного здесь нет это такая абракадабра кажется на самом деле все просто сейчас половина по обрезаем и все встанет на свои места тут мы как всегда обрезаем нашу третью трубочку не забываем про нее она там лишняя теперь вот эти вот две трубочки так как они у нас свежие тут новые мы будем заменять на старые но вот эти которые торчат те что оставались хвостики мы убрали и на их место лягут новые трубочки я продеваю отверткой отверстие небольшое чтобы туда легко было вставить обрезаем с небольшим захватом чтобы можно было продеть под косу сейчас я тут пальцами просовываю потом я там попроще будет отверточкой сильно коротко не обрезайте чтобы они у вас не выскакивали аккуратно все поправили теперь смотрите дальше здесь также мы обрежем наши две трубочки лишние под самый корешок тоже можете не обрезать там маленькие 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 хвостики пооставляйте чтобы они у вас не вылетали теперь смотрите сейчас эту третью тоже обрежем она здесь не нужно теперь вот эти две левые мы будем продевать на свои места обрезаем отверточку или спицу надели прямо на нее трубочку и туда просунули она очень легко входит туда теперь то же самое проделаем со второй трубочкой также одели ее на отвертку или на спицу чем вы пользуетесь и также продели внутрь то же самое проделываем и с последними нашими трубочками и на этом загибка наша закончилась и и и и и и и и и вот такая вот красота у нас получилось в результате загибка очень симпатичная я буду ее использовать еще и не раз уже можно сказать что научились плести теперь можно ее везде использовать но вы не забывайте подписываться на канал и ставьте лайк нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые ролики всем творческих успехов до новых встреч новых роликов и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok